МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорят, что если у человека есть мечта, то большая часть дела уже позади. В кулинарном шоу «Магия кухни» воплощаются самые смелые, гастрономически все ваши желания. Дорогие телезрители, готовьте с нами, экспериментируйте, удивляйте, и пусть каждое ваше блюдо на кухне получается магически вкусным. А как приготовить именно такое блюдо, да не одно, нам расскажет и наглядно продемонстрирует маэстро кулинарного искусства, шеф-повар ресторана «Жалын» Евгений Грамков. Евгений, добро пожаловать. Ну, как-то неудобно говорить. Здравствуйте. Шеф-повару добро пожаловать к нам на кухню. Наверное, добро пожаловать в программу «Магия кухни». Вот так будет лучше звучать, согласны? Домой. Домой, хорошо, согласен. Евгений Грамков. Не только шеф-повар, но и заведующий производством. В его обязанности входит общение с клиентами, решившими устроить банкет, составление меню, а также контроль работы кухни. Обожает знакомиться с новыми блюдами. Признает, что большую часть поварских знаний приобрел во время работы в посольстве Казахстана в Италии. Мы будем сейчас наших телезрителей удивлять нашим вкусным прекрасным блюдом. Но, мне кажется, если сейчас в этой студии появится очень красивая, прекрасная, замечательная, талантливая девушка, которая принимает участие в группе «Скилз», а зовут её Маргарита Опря. Маргарита! Маргарита! Здравствуйте! Здравствуйте! Маргарита, знакомьтесь! Евгений! Сегодня будем готовить Маргарита, очень высокая, только из-за каблуков, а так мы, в принципе, смотрим от одного роста. Прекрасная, красивая девушка. Ударение на Опря или Опря? Опря. Опря. Необычная, очень необычная фамилия, правда же? Да. Ну, я думаю, что и необычные у нас сегодня будут блюда. Ну, и хотел бы напомнить, что генеральный партнер компании «Евразиан фудс корпорейшн» с брендами «Три желания», «Шедевр» и «Золотые горы». И вот эта продукция – просто незаменимый помощник на кухне. Сегодня мы с вами в этом, конечно же, убедимся. Итак, вам слово, шеф, прошу, что у нас здесь заготовлено. Маргарита, подходите к нам. Капрезе. Это капрезе, это сыр, в принципе. Капрезе? Нет, сыр моцарелла. Новая капреза, в принципе, он как облегченный вариант. А, так мы готовим к капрезе? Да, это капрезе. Капрезе с клубникой, которую необычно любят девушки, и сладкой, и покушали, и сытной, и легкой. Об этом хотел сказать, что моя жена Олеся очень любит, но только с помидорами. Я вот с клубникой, вы пробовали с клубникой? Нет. Я тоже ни разу не пробовал. Вот я сегодня попробовал. Это ваша авторская или она присутствует? Нет, это и есть, присутствует везде. Ну, надо было сказать, надо было сказать, это ваша авторская. Пусть девушки удивятся. Обманив сегодня наших телезрителей. Хорошо. Сегодня авторское блюдо. Так, ну а с чего мы начнем? Я думаю, что на теме... Начнем, наверное, с того, что возьмем тарелку, чтобы уже начать это выкладывать. Не проблема. Это у нас не проблема. Вам красивую белую, наверное, надо? Да, белую, давайте. Белую, белую, сейчас. Прошу. Наверное, нам будет удобнее там это делать. Ну, давайте. Евгений, я вам туда все приготовлю. Прошу. Так, давайте. Тарелкам, что вам нужно? Зелень. Маргарита, пойдемте сюда, и я вам дам такое небольшое... Маргарита, вы как-то так очень скромно. Вы любите готовить дома? Или не хватает времени? Всегда по-разному, на самом деле, да. Иногда хватает времени, иногда его вовсе не... Давайте так, когда время хватает, то вы лучше поваляетесь на диване, посмотрите телезр, или приготовите что-то вкусное? Вот только честно нам сейчас. Вот честно скажу, я не так часто дома бываю. Из-за рабочего графика. Ну, не постоянно, но часто. Записи, студии, да поздно, наверное. Да, и так далее. А когда дома, я обязательно, когда отдыхаю, что-то приготовлю. Ну, что-то, что? Вот что любите? Какое любимое блюдо? Ой, на самом деле, разные. Разные? Да. Ну, давайте, пока будем сейчас слушать нашего шефа. Вспомните. Так, давайте, Маргарита, давайте мы с вами начнем. Наверное, вы пока базилик наш. Его как порезать? Его резать не надо, его просто листочками рвем. И сразу можно, в принципе, его на тарелку выкладывать. Фруговую? Окей. Нет, просто кучкой так. И в дальнейшем вот так берете хвостики, отрываете, и тоже, в принципе, сюда. Хорошо, просто размешаем, правильно? И все. Очень сложную процедуру вы Маргарите даете? Справится ли Маргарита? Вам тогда я доверю почистить клубнику. Нет, кушать клубнику, я вам скажу сейчас. Хорошо. Конечно. Отрываем хвостики, и на этом все. Все договорились. Евгений, скажите, вы как давно являетесь шеф-поваром? Уже 9 лет. 9 лет? Да. А до этого, получается, были? Я был поваром, ну, начинаю, вся моя профессия заключается в том, что я 9 лет работаю. А, в целом. В целом 9 лет, да, и мне кажется, успешно, нравится. Я уже вижу по вашим рукам, как вы это все аккуратно делаете. Так что ни грамма не жалею ни о чем, то, что пошел, то, что учился, то, что приехал. Ну, а что натолкнуло вас на это? Может быть, нас сейчас смотрит будущий шеф-повар, который думает, ну, все, я брошу, ничего у меня не получается. Как обычно нас наталкивают родители на это. Вкрутился около мамы постоянно. А, родители, да? Да. То есть, скажем так, папа не был против? Ну, папа был, папа хотел, чтобы мы стали там, я не знаю, с ним работали, да, он у меня постоянно в рейсах, постоянно, он у меня дайнобойщик. А, ничего себе. Но ни я, ни брат, мы не пошли по его профессии, пошли, скорее всего, как можно сказать, против, да, него. Против папины желания. Слушайте, ну, здорово, что, представляете, дальнобойщик, он проехал, отвез груз, возвращается, а вы ему что-то вкусное приготовили. Ну, это бывает очень редко. Редко? Тогда понятно, почему папа расстроен. Так, давайте, Маргарита, мне кажется, достаточно будет. Хорошо. Давайте мы вам вот так вот выкладываем, выложим моцареллу. Мы берем клубнику. Маргарита, берите клубнику. А, будем резать, да? Да, мы ее разрезаем пополам, буквально, и выкладываем на каждую моцареллу одну клубнику. Слушайте, ну, в принципе, очень быстро же, да? Это очень быстро делается, это легко. И главное, вкусно же. К вам неожиданно пришли гости. Да, раз надо быть здорово очень. Это раз, быстро какую-то заготовочку сделаем. Притом, вот я считаю, что вот этот салат можно и до еды, да, и после горячего. Ну, как десерт, в принципе, да? Ну, такой. Друзья, вот если вы сейчас вдруг смотрите нашу программу, и к вам наведались ваши гости, родственники или друзья, то очень просто. Берете клубнику, сыр моцарелла, листья. Тем более клубника. Кстати, у вас листья чего здесь? Здесь руккола и базилик. Руккола и базилик. Да. Все очень, очень, очень просто. Все, в принципе, остается у нас полить нашим базалимическим уксусом, и наш салат готов. Окей. В Италии говорят, pronto, все готово. Si. Si. И просто. Хотя, кстати, много его не люблю, когда поливают. Нет, я просто говорю, когда... Да, я понимаю. И, в принципе, такое. Кто-то, наоборот, любит больше соусов. И в центр, да? Да, в центр поставим вот так вот. Вот так. Можно еще клубничку вот так вот. Да. Ну, Маргарита, это вам. Маргарита. Вот почему я сказал, что наша студия должна украсить красивая девушка, потому что женские руки, они всегда добавят что-то очень... И что-то придумают. Точно, совершенно верно. Так, это все убираем. Ну, друзья мои, если бы у нас в программе были номинации за самое быстрое блюдо, то, наверное, мы бы сегодня с вами победили. Ура, друзья мои, ура! Я предлагаю пробовать, мы будем чуть позже, после того, как мы приготовим второе блюдо. Маргарита, вы же не сильно голодны? Нет. Точно? Точно. Тогда это пока в сторонку. Пускай украшает наш стол. А мы переходим к второму блюду. Дорогие друзья, не переключайтесь. Капрезы с клубникой. Выкладываем на блюдо. Сначала слой из рукколы и базилика, следом нарезанный дольками сыр моцарелла. Клубнику разрезаем пополам и выкладываем поверх ингредиентов. Блюдо поливаем бальзамическим уксусом. Наш летний легкий салат готов. Приятного аппетита! Друзья, мы приготовим для вас капрезы, не с помидорами, а с клубникой. Мы переходим ко второму блюду, который называется... Как это? Котлеты куриные и спагетти с песто. Вот так вот, друзья, очень сложное название. Котлеты куриные и спагетти с песто. Для этого нам понадобится... Прошу, расскажите нашим... Так, нам понадобится филе куриное, крахмал, яйца, лук. Но для спагетти нам понадобятся сами спагетти и само песто. И я смотрю еще чеснок. Чеснок это для соуса, для котлеток, который нам понадобится в дальнейшем майонез. Я все-таки предлагаю сократить и дать название этому блюду. Маргарита, как вот, смотрите, котлеты, спагетти. Что как-то можно назвать? Какое-то, может быть, итальянское название. Ну да, какой-нибудь, не знаю, какой-нибудь Нилан там. Ну вот, пока вы думаете о названии, вы мне должны были рассказать о вашем любимом блюде до этого. Я вам дал время. Любимое блюдо. Которое вы готовите. Именно. Которое я готовлю. Это сложный вопрос. Я вообще, знаете, поклонница живой еды. Я всегда стараюсь... То есть курица бежит, я раз ее... Нет, я стараюсь есть меньше мяса. Но если это мясо, то оно обязательно должно быть вареное или... Паминное. Да, приготовленное на пару. Часто это свежие салаты, это смузи. То есть вы за здоровый... Да, я стараюсь. За здоровый питание. В последнее время я иду к этому. Это очень сложно. Ну а с чем связано? Мне кажется, мы давно с вами знакомы, вы никогда не были склонны к полноте или еще. Из-за чего это? Просто хочется... Я, на самом деле, посмотрела очень много видео в интернете, много читала об этом. Просто хочется здоровья, долголетия, молодости. Ну, шеф, как вы считаете, права сейчас, Маргарита? Конечно. А да? Конечно. Сейчас в нашем... Но при этом мы будем жарить сегодня котлеты. Ну, так, это котлеты легкие. Друзья, мы... И это курица. Не переживайте, то, что вы сегодня увидите, это все очень легкое, диетическое, полезное и вкусное. Мы приступаем прямо сейчас. Давайте начнем, наверное, с того, что поставим для макарон воду, чтобы она закипела. Хорошо, я это сделаю. А мы с Маргаритой пока начнем резать курицу и лук. В принципе. Резать как? Так, Маргарит, смотрите, я вам сейчас дам кусочек. Как в рекламе, можно воду буду лить? Вот такой небольшой кусочек. Я сейчас пока чашечку возьму. Столько хватит, Владыша, или полную? Нет, ну, чтобы наши макароны поместились, в принципе, этого будет достаточно. Так. Смотрите, смотрите. Мы берем с вами. Режем кубиком. Как пластинками? Нет, кубиками. Да, сперва пластинками, ну, такими. А потом нарезаем не сильно крупными кубиками. Окей. Хорошо. Так. Сковородка вам понадобится? Да, чуть-чуть попозже. Ну, я ее приготовлю просто? Да, хорошо. Я, конечно, это все буду делать медленнее. Нормально. Пойдет глубоко? Да. Да, нормально. Отлично. Так, а я что, пока пожонглирую яйцами, что ли? Нет? Ну, попробуйте. Нет, не будем рисковать. Вот у меня всегда такой был интерес, вот, вопрос к повару, наверное. Если человек, работающий в этой сфере, он повар, он женат, кто готовит дома? Муж или жена? Не знаю. А если... Ну, насколько я знаю свой характер, зная, как я буду, но я дома практически не готовлю. Я даже когда к родителям езжу, у меня мама, приготовь что-нибудь, я хоть попробую. Я говорю, мам, я приезжаю к тебе отдыхать. Пробовать твою. Мама, ты готовь. Мама, ты готовь, да. Так что, я не знаю, может быть, ну, вот сколько есть друзей, сколько есть знакомых, коллег, которые женаты, там, замужем. Ну, приходят, и они готовят дома повара. После работы. После работы, уставшие, там, ну, смотря еще во сколько, если в час ночи, естественно, там уже не до еды. А так, в принципе, повара дома готовят. Ну, честно, когда выходишь с кухни, сам уже, да, то, естественно, это у тебя уже другое чувство. У тебя, ты вышел с работы, все, у тебя новая жизнь. Ну, да. В принципе, начинается. Я вот просто думаю, как повезет женщина, которая выйдет замуж за повара, вот, ей практически готовить не будет. А дома не будет готовить? Нет. Я дома не готовлю вообще. Так, лук Маргарита Дорезова. Да, 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 сюда скидывайте. Маргарита Дорезова курицу, филе. Наверное, Маргарита, я, наверное, сам лук нарежу, да? Да, да, хорошо. Потому что... Да, да, да. Потому что... Я буду за вас макияж. Да, не хочет плакать Маргарита. А, даже не переживать, я могу помочь. Давайте тогда. Без проблем. Нам не нужны ваши слезы, Маргарита. Тоже кубиками, да? Да, тоже кубиком. Я лук часто дома режу, так что я... Шеф, а под какую музыку вы любите готовить? Есть ли у вас какая-то... Разная. Какая-то пачка, да? У меня стоят радио, стоит то, что у меня там, допустим, в телефоне. Я включаю колонки и готовлю. И все, то есть... И все, мне нету определенной какой-то там тематики, музыки. Главное, чтобы что-то играло, что-то жарилось. И это, можно сказать, кайф. Окей. А на одном из телеканалов видел программу, где дети готовят? Вы, наверное, видели? Нет. Да. Не видел. Не видели. Так, мне нужна ложка. Ложка. Соль и перец. И тогда уже яйца спракмал. Так, прошу. Так вот я к чему? Ну, все-таки это телемонтаж, или действительно дети в 9 лет могут готовить? Там просто они такие блюда готовят, которые, я думаю, и взрослые не всегда смогут приготовить. Ну, не знаю. Не надо посмотреть. Нет, а встречали вообще детей в своей жизни? У меня... Да, у меня... Ко мне подходили родственники, да? Так. Ой, научи вот. Я говорю, вы куда? Ему сейчас сковородку возьмет, обожжется, и я буду потом еще виноват. Нет, говорю, так что, говорю, пусть чуть-чуть подрастет. Ну, тут хотя бы лет 15, а потом уже, в принципе... Что-то прорасознанно, да, все? Да. То есть не встречали детей талантливых, которые вы готовите? Встречал, но сам не видел. Мне говорили, что вот там... Я пробовал, но как это процесс был, и помогали ли ему родители... А, ну вы пробовали? Да. И что, как вы? Ну, вкусно. Вкусно. Здорово. Так, мы посолили чуть-чуть воду. Так, Маргарита дорезает лук, я пока чуть-чуть посолю нашу курицу. Хорошо. Подперчу чуть-чуть. Подперчу. А, так крахмал для того, чтобы укрепить и... Чуть-чуть крахмала. Чтобы они получились такие... Точно? Да. Котлеты. Угу. А почему котлеты? Я всегда вот хотел узнать. От какого слова, Маргарита, как думаете? Почему котлеты? Почему не там, я не знаю, ни клубок, ни комок, они же всегда круглые такие, да, в принципе? Ну, это не будут круглые, они будут более... Не, ну в целом, в моем понимании, котлета, она такая круглая или овальная, но не как котел, однозначно. Да, мы сюда добавляем яйцо. Даже не знаю. Так. Яичко. Все это перемешиваем. Да, это мы все перемешиваем. И все, нам можно будет включать сковородку. Хорошо. Отлично. И масло? Масло, да. Какое понадобится? Растительное. Растительное. Да. И, скорее всего, Маргарита, нам надо будет включить духовку. Хорошо. На так... Вы сами лучше скажите. На градуса 150. Так, чтобы нам довести наши котлетки чуть-чуть, прям буквально. Хорошо. Сколько масла, подскажете мне? Еще, еще, еще. Достаточно. Точно? Угу. А какие-то интересные случаи были вот на гастролях? Связанные с едой? Ну, может быть, не с едой, а может быть, с вами, с группой. Был такой случай, наш инструмент, барабанщик, по-моему, его мало барабан. Отправили не в тот город. Ох. Да. Бывали такие случаи. А как? Как выкручивались ситуации? Приходилось ртом ему? Пуц-пуц-пуц-пуц? Нет. Нам прилагали альтернативу, то есть люди того города вставили, хотя какие-то бывают инструменты, их, ну, они незаменимы. Незаменимы, ну да, согласен, согласен. Они связаны с каким-то, может быть, нашим индивидуальным звучанием. Ну, да, да, это, конечно же, да. Кажется, что просто барабан, как кастрюли, ну, с виду, а на самом деле это, да. На самом деле. А как вы пришли к тому, что стали петь, Маргарита? Со скольки лет вы поете? Сколько я себя помню, столько и пою. Правда? У меня мама музыкант, она мне с детства привила. Как-то я не знаю, она мне рассказывала, что, будучи совсем маленькой, я уже что-то там пела, напевала. Поэтому нет такого вопроса, наверное, в том, во сколько я конкретно начала заниматься музыкой. Ну, наверное, профессионально. Ну, профессионально, да. Если взять во внимание эту сферу, ныне, в которой мы работаем, наверное, лет пять. Лет пять. Да. Именно профессионально. То есть вам сейчас 17, то где-то с 12 получается. А 18, может? Ну, мне, к сожалению, больше. Больше? Ну, чуть-чуть больше, ну ладно. А вы любите петь, шеф? Да, я люблю петь. Ну, напойте нам какой-нибудь. Давайте не будем. Почему? А мы подхватим, поможем вам. Ой, я так люблю. А давайте Маргарите доверим. Да, давайте Маргарите. Вы знаете, как правильно надо Маргарите? Все посмотрим. Ну, я не знаю, как правильно. Аш, подскажите, как. Нет, надо ставим, да, правильно? Да, ставим и не ломаем. Ставьте ровно, по центру. Ну, я обычно вот так это делаю. Потом они, как сказать, устаются более мягкими. В основном я их вот так вот делаю. И потом они уже потихонечку не подпускаются. Да, вот Маргарите. Оказывается. Наши телезидители тоже теперь будут знать. Я тоже вот, кстати, по центру. Потом они падают. Кстати, а вот вы какие макароны используете? Я пользуюсь итальянским макароном. А, итальянский. А как вот к нашим казахстанским продуктам относитесь? Нет, к казахстанским хорошо отношусь. У меня дома я пользуюсь ими. Но в данном случае это итальянский макарон. Да? Да. Ну, понятно, в данном. А вот я, например, предпочитаю наши казахстанские. На сегодняшний день неплохо стали. Да. Да? Правда? Да. Есть хорошие макароны, которые ничем не отличаются даже взять от тех же итальянских макарон. Ну, чего? Абсолютно вкусные. Также их можно и варить и аль денту. И они вот, даже если постоят, они не распадаются, не развариваются. То есть постепенно-постепенно наши продукты выходят на уровень, да? Да. Да, я думаю. Маргарита, а вы как к казахстанским? Наверняка есть что-то казахстанское дома. Есть. Много макарон казахстанских. Я не знаю, почему так сложилось. Мама всегда покупала казахстанские. Да, и как-то вот не задумывались, что есть итальянские макароны. Хотя вот недавно я нашла такие макароны. Мне нравятся то, что они цветные. Там зеленые, оранжевые есть. Да, они как рожки такие закрученные. Мне почему-то они очень нравятся, я их всегда беру. Я не знаю, они итальянские. Ну, во-первых, они там и со шпинатом, и это. А, это натуральные. Это овощные все. Натуральные красители, так что. А у меня вот Олеся, она любит, жена моя, она любит мороженое наше казахстанское. Любит очень. Мороженое? В стаканчиках. Да. Друзья, мы выбираем казахстанское, и вам всем советуем, конечно же, покупать наше казахстанство. Можно поставить. Это буквально на 5 минут. 5 минут, 5 минут. Маргарита, мы у вас вынуждены будем чуть позже попросить спеть куплет или припев свою любимую песню. Ой. Без этого мы вас не отпустим. Нет, неправильно, без этого у вас не... Теперь я буду думать. Я всегда обо всем думаю. Без этого мы не накормим Маргариту, правильно я думаю, шеф? Ну да. Говорится, отрабатывай. Ну конечно, а как иначе? Я же люблю готовить с музыкой, да? Правильно, все верно. Сковородка нам уже все не понадобится. Да, можно не понадобится. Я уезжаю. Маргарита, давайте мы с вами займемся пока соусом. Я думаю, так. Что понадобится зелик? Нам нужен теперь наш майонез незаменимый. Конечно, он незаменимый. Маргарита, вы, наверное... Вот такой пойдет? Да. Отлично. Мелко? Да, мелко, мелко, мелко. Как много его нужно вам? И куда? Его вот сюда. Вот сюда. Чуть пока Маргарита режет. Так, я возьму торочку. И... Вы мне подскажете сколько? Еще. Все? Еще, еще, еще. Все хватит, достаточно. Маргарита все так и не сказала мне свое любимое блюдо. Да я... Да нет у меня любимого блюда на самом деле. Ну, спагетти. Ну вот, я не знаю, я люблю окрошку. Очень, очень люблю окрошку. А вы окрошку как любите, с квасом или с кефиром? Нет, просто с кефиром, овощную окрошку. Мне она почему-то очень нравится, когда я куда-то иду, я всегда ее заказываю, если она там есть. Здорово. У меня вот мама делает, значит, там обязательно огурцы, картошка, редиска, укроп, колбаса. А сок лимона добавляет, кефир и воду. Мама, воду еще, потому что кефир густой. Ла-ла-ла-ла-лам, ла-ла-лам. В детстве, наверное, все доставали песни, да? Леонтьева. Доставали. Если мы в детстве дружили с Маргаритой, я бы, наверное, каждое утро бы... Маргарита, да-да, Маргарита... Нет, он же еще так поедет. Маргарита. Как меня только не называли в детстве, на самом деле. Придумывали же. Придумывали разные имена? Меня даже Маргарином называли. Маргарином. А я об этом и думал. А как можно? Рита еще, да, можно говорить сокращенно? Так. Так, видите, я сейчас достану наши котлеты. Котлеты? А, пять минут же прошло уже. Конечно. Точно, точно, точно. Румянестые такие. Аппетитные. Жалко, что Маргарита не ест, да, жареная? Эх, жалко, конечно. Жаль, жаль. Так вы не усушаете меня. Ну, Маргарита, мы все равно попробуем. Все, наши макароны готовы? Готовы? Конечно. И добавляем сюда песто наше. Песто? Да. Песто, песто, песто. Песто, в принципе, я сам делал, я уже не стал в эфире. А, так, подожди, если сам, расскажите, как. Так, здесь у нас идет... Послушайте, телезритель, внимательно. Здесь у нас идет базилик, идут орехи кедровые, идет сыр пармезан, идет оливковое масло. Все это смешивается на блендере. Перетирается. Чеснок, да, чесоли добавляется, все это на блендере взбивается, получается вот такая красота. А сколько нужно для того, чтобы уже употреблять его? Или не надо? Нет, абсолютно, вы сразу взбили, и можно сразу кушать. О, ничего себе. Здесь нету такого ничего. А что? Все, аромат, ощущается, да? Очень вкусный. Итак, дамы и господа, блюдо, которое Маргарита так и не придумала название. Я напоминаю, что это у нас котлеты из курицы с песто. Выкладываем на блюдо. Берем, кладем те же котлетки. А, у вас есть ложечка. На каждую котлетку. Можете на каждую котлетку, как вам нравится, как вам удобно. Да. Вы знаете, нет, я, пожалуй, сделаю вот так, потому что я не люблю, когда так рядом, люблю всегда сама макать, сама контролировать этот процесс. Да, хорошо, тоже согласен. Ох, друзья мои, наши уважаемые телезрители, как здесь все это очень аппетитно и вкусно. Я думаю, что и вам стоит сегодня попробовать, приготовить хотя бы одно из этих блюд. Наш замечательный капреза с кубникой, который тоже будем сейчас пробовать. Куриные котлеты, просто пускай называется второе блюдо. Все, не придумали мы название. Котлеты из курицы с песто. Филе курицы нарезаем кубиками. Довольно мелко шинкуем репчатый лук. Смешиваем эти ингредиенты в отдельной посуде. Солим, перчим, добавляем крахмал и яйцо. Тщательно перемешиваем. Из этой массы формируем котлеты. И обжариваем их с обеих сторон на растительном масле. Далее отправляем их в духовку, разогретую до 150 градусов на 5 минут. Для соуса смешиваем майонез с мелко нашинкованным укропом и небольшим количеством чеснока. В подсоленной воде отвариваем спагетти. После смешиваем их с заранее приготовленным соусом песта. Выкладываем ингредиенты. Декорируем блюдо. Приятного аппетита! Друзья мои, раз уж эта программа «Магия кухни», то немножечко магии вам. Внимание! Появляется вилка в моих руках! Ну, Маргарита, с чего вы начнете? Давайте пододвинем поближе к вам. С вкусного, необычного блюда или с вкусного... Обычного. Обычного, да. Ну, давайте с необычного начнем. С необычного? Ну, прошу тогда вам. Вилка, что скажете? Шеф думает, размышляет, что же скажет Маргарита. Едем? Да. А спагетти пока не остыли. Ну, вот так, на зубок. Аль денте, это, кстати, в переводе на зубок. Я еще спорю, что красоту вот. Зуб. Нет. Как нет? Нет? Вот со спагетти всегда... А как переводится? Не, 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 как, как точно, если точно переводится. Тихо, 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 тихо. Помните, как в детстве макароны? Вкручивали. Очень вкусно. Замечательно. Ура, дорогие друзья! Спасибо. Ну, у нас получилось великолепно, замечательно в компании этих великолепных людей. Ну, и, к сожалению, на этом нам приходится с вами прощаться. Но я вас просто так не отпущу. У нас, конечно же, есть замечательный, прекрасный подарок от наших замечательных партнеров. От нашего генерального партнера компании «Евразинфуз Корпорейшн» с брендами «Три желания», «Шедевры», «Золотые горы» в вашем распоряжении. Внимание, готовьте с удовольствием! Вот такая она тяжелая. Корзина, это вам. Спасибо большое. Шеф, это вам. Спасибо. Ну, и, конечно, аплодисменты тоже нам всем поаплодируем. Спасибо. Великолепно. Ну, а вы, дорогие телезрители, теперь точно знаете, что приготовить на обед или на ужин. А мы отправляемся за новыми кулинарными идеями. Встретимся на телеканале «Хабар» уже скоро. Меня зовут Мурат Матурганов. До новых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует...